Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 1 октября. Поехали! Огромный град-гигант выпал сегодня ночью в городе Долянь, в провинции Леонин в северо-восточной части Китая. Размеры градин превышали куриное яйцо, а некоторые экземпляры имели размеры 6 см в диаметре. Многие автомобили, которые были припаркованы на улице возле домов были сильно повреждены. Местные жители проснулись рано утром от шума, который издавало выпадение града. По сообщениям очевидцев, град начал падать около пяти часов утра. Стихия буйствовала около 20 минут. После был отмечен сильный дождь, который стал причиной локальных наводнений в некоторых районах. Местные жители рассказали, что за десятилетия жизни в Доляне они никогда не видели такой большой град. Ранним утром также поступили сообщения из аэропорта Доляне, в которых говорилось, что ночью аэропорт пострадал от внезапного града, в результате чего некоторые самолеты были повреждены, а это привело к задержкам или отмене некоторых рейсов. Жертв и пострадавших среди людей нет, отмечен большой материальный ущерб. В четверг вечером в Шимля, столица штата Химачал-Прадеж, обрушилось восьмиэтажное здание. Инцидент произошел возле города Года Челки. Сообщений о жертвах на данный момент не поступало. По словам властей здание обрушилось из-за оползня, вызванного недавними дождями. Здание расположено на хрупком склоне холма в районе Качакхат внешней долины. Жители было эвакуированы местной администрацией за несколько часов до того, как здание рухнуло на землю. Еще 15 дней назад власти попросили как можно скорее эвакуировать жителей из опасных домов. Некоторые семьи, однако, не поверили предупреждениям о возможном обрушении здания и настояли на том, чтобы остаться в том же здании. Эвакуированные семьи получат помощь на реабилитацию в другом месте. Ввиду этой потенциальной опасности шесть лет назад Национальный экологический суд ограничил высоту зданий тремя этажами в этом районе. Но в столице Химачал-Прадеж все еще есть здания от пяти и даже до двенадцати этажей. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в иранской провинции Бушир в 4 часа утра по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в 24 километрах от Генаве и в 96 километрах от города Бушир. Подземные толчки ощущались в ряде районов Ирана. По данным главы общества Красного полумесяца провинции Бушир, ранения в результате землетрясения получили по крайней мере четыре человека, а также был нанесен ущерб некоторым домам. Сообщается, что в общей сложности были повреждены 10 домов. Часть из них получили незначительные повреждения, некоторые были частично разрушены. Невероятное количество осадков выпало в городе Асансол в индийском штате Западная Бенгалия. За сутки там выпало 434 миллиметра осадков. По данным метеорологов, в этом районе выпадает в два раза больше осадков чем обычно в сентябре. Воды рек Гадуи и Нуния вышли из берегов в железнодорожной зоне Асансола. Северный Асансол практически заблокирован из-за затопления. Армия уже задействована в спасательной операции. Железнодорожное сообщение между Калипахари и Немчар также временно закрыто. Сообщается, что уже четыре человека погибли в результате различных происшествий в Асансоле. Вдобавок к этому возросла опасность сброса воды из плотины Дургапур. Дождь идет уже три дня подряд. Помимо сильнейшего наводнения по всему штату наблюдается обрушение дорог, сходят оползни. Все это приводит к блокированию многих населенных пунктов. Властями принимаются меры по эвакуации местных жителей, оказывается все возможная гуманитарная помощь. В Новороссийске бушует сильный ветер. Прогнозы синоптиков сбылись, на город-герой обрушился сильнейший ураган. Ветер натворил в Новороссийске несколько происшествий, последствия которых уже устраняют спасатели и коммунальные службы. Жителей и гостей Новороссийска просят не оставлять свои авто под шаткими конструкциями, рекламными щитами, деревьями и опорами ЛЭП. Порывы ветра достигают 29 метров в секунду. Обрушившийся на город сильный ветер поломал немало старых больших деревьев. Сучья с треском падали во дворах, на машины, пешеходные дорожки. Были повалено несколько рекламных конструкций, а также заборов. Также в связи с погодой на участке автомобильной дороги М4 Дон, между Геленджиком и Новороссийском, введено временное ограничение движения грузового транспорта. Коммунальные службы города работают в режиме повышенной готовности. Сильный ливень во второй половине дня нанес серьезный ущерб муниципалитету Агуачика, Колумбия. За считанные секунды сильный шторм разрушил или повредил около 120 домов. Сообщается, что сильный ветер стал причиной падения десятков деревьев. Также пострадали автомобили, торговые центры, школы и религиозные храмы. Местные жители сообщают, что этот порыв ветра возник буквально за считанные минуты. Семьи, пострадавшие в результате этого шторма, будут переселены во временные приюты. Сильный дождь, который продолжается до сих пор, стал причиной возникновения локальных наводнений. Несколько чрезвычайных ситуаций были зарегистрированы в таких секторах, как Баске, Каниверал, Сабонита, где также сообщается о сбоях в энергоснабжении, поскольку часть электрических сетей вышла из строя из-за сильного ветра. В городской зоне на мобильность города повлияло количество поваленных деревьев, а также затопление улиц из-за сильного ливня. Некоторые дороги временно заблокированы. Непогода не обошла и другой город в Колумбии. Сильный дождь обрушился на Баранкилия, индустриальный портовый город и муниципалитет, расположенные на севере Колумбии. Масштабное наводнение уже стало причиной гибели пяти человек. Вода продолжает пребывать, а синоптики прогнозируют, что ливневые дожди продлятся еще несколько дней. Многие семьи вынуждены были покинуть свои дома в районах, где уровень воды особенно высок. Уровень паводка местами превышал 80 см. Многим людям не хватает пищи и предметов первой необходимости. Мощными потоками воды смывало автомобили по улицам. Некоторые люди оказались в водяных ловушках, им потребовалась помощь спасателей. Колумбийский институт гидрологии, метрологии и исследования окружающей среды, сообщает, что на севере и северо-западе страны интенсивность штормов усилится на 30 или 40%, а дожди продлятся еще несколько дней. Ожидается осадки от 100 до 200 мм. Около 9 часов утра. На въезде в туннель Сеергоу, на улице Моахонг, произошло крупномасштабное обрушение склона. Строительная площадка поблизости была серьезно повреждена. На данный момент известно, что 4 человека пропали без вести. Местный департамент по управлению чрезвычайными ситуациями проводит поисково-спасательные работы, а также совместно с коммунальными службами ведутся работы по расчистке территории после оползня. Несколько очевидцев события успели зафиксировать момент схода оползня и поделиться этим видео в сети интернет. По предварительным данным на момент камнепада в туннеле никто не находился, а вот рядом на соседней стройплощадке находились строители. Из-за потока лавы из вулкана Кумбри Вьеха на канарском острове Ла Пальма в море образовался мыс площадью почти 20 гектаров. По словам властей, за 6 км пути лава расширилась до более чем 470 гектаров земли и разрушила более 850 зданий и некоторые дороги. 7000 человек пришлось доставить в безопасное место. Раскаленная лава продолжает вытекать из вулкана. Пока что лава, текущая в море с температурой более 1000 градусов, не вызвала серьезных инцидентов, таких как взрывы или волны кипения. Однако потенциально токсичные газы были созданы, когда лава и вода соединились. Пока ветер уносил дым в море. Однако эксперты опасаются ухудшения качества воздуха в близлежащих жилых районах. Лава уничтожила многочисленные банановые плантации, которые являются одним из основных источников дохода на Канарских островах. Кроме того, из-за вулканического пепла пришлось приостановить авиасообщение на курортном острове. На Уругвай обрушился крупный град. По данным Уругвайского института метеорологии, град нанес ущерб домам, автомобилям, а также стал причиной гибели домашнего скота. Ледяные глыбы в некоторых местах были огромных размеров. Например, в случае Вичадера в Ривере, очень близко к муниципалитету Осёгуа, размеры превышали 6 см в диаметре. В других районах размеры градин варьировались от 3 до 4 см в диаметре. К сожалению, этот град не прошел без последствий. Помимо нанесенного ущерба от побитых градом крыш домов и хозпостроек, сообщается и о гибели домашнего скота, который находился на пастбище. Какой общий ущерб нанесла непогода сказать сложно. На данный момент проводится оценка, а также восстановление инфраструктуры. Из-за сильных порывов ветра, некоторые районы остались без электричества. На крупный город Мопуцоэ, который находится в Лесото, Африка, обрушился град крупных размеров. Он привел к разрушению имущества, а также повреждению дорог и зданий. Инцидент произошел в южном районе Цутин. Как сообщает южноафриканский портал Times Life, во время шторма были разбиты окна в школах-домах. Сотрудники службы экстренной помощи оказали помощь нескольким школьникам, которые находились на открытом воздухе во время шторма. В отчете говорится, что от града у них остались порезы на головах и синяки на руках. Град был настолько интенсивным, что во многих районах образовались сугробы высотой до 10 см. Некоторые навесы не выдержали такой нагрузки и обвалились. Между тем, прогноз погоды в Южной Африке указывает на то, что в провинциях Восточный Кейп и Квазулу-Натал могут пройти сильные дожди, что может привести к локальным наводнениям. Извержение вулкана Килауэ на Гавайях начинает набирать обороты. На видеозаписи с веб-камеры кратера Хлэмауму на вершине вулкана были видны фонтаны-лавы, достигающие высоты пятиэтажного дома. Килауэ, расположенный на Большом острове Гавайев, является одним из самых активных вулканов в мире. В 2018 году произошло сильное извержение, в результате которого было разрушено более 700 домов и тысячи жителей были перемещены. До этого извержения вулкан медленно извергался в течение десятилетий, но в основном не в густонаселенных жилых районах. Официальные лица заявили, что последнее извержение не представляет угрозы для домов и полностью локализуется в пределах национального парка вулканов Гавайев. Та же область вулкана, которая начала извергаться в среду, также извергалась в декабре и продолжалась до мая. А вы заметили, как сейчас активизировалась вулканическая деятельность? Начали просыпаться вулканы и активно извергаться. За сутки на Земле произошло 374 землетрясения с магнитудой равной 5,1. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более, произошли в четырех странах, в каких именно вы можете увидеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. В юго-западной части Испании на территории Андалусии, у вершин гор Сьерра-Марена, берет начало уникальная река Риотинта, воды которой окрашены в красный цвет. Сквозь участки земли, изрытые множеством карьеров и шахт, издавна использовавшихся жителями Андалусии для добычи меди, золота, серебра и других полезных ископаемых, несет свои воды эта река, постепенно меняет цвет воды в сторону темно-красного. В реке зародилось множество окисляющих железо и серу бактерий, и именно их активность вызвала такую глубокую окраску воды. Риотинта является родным домом для тысяч других удивительных бактерий и организмов. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание. До завтра.